21 сентября 2022 года. Маленький русский город Болхов. Спасопреображенский собор. Утренняя служба в честь Рождества Богородицы в том числе собрала сегодня огромное количество людей из самых разных уголков нашей страны. Все они духовные чадо протеерея Василия Ермакова, день памяти которого также отмечается сегодня. Его не стало 15 лет назад. Но учитель удивительным образом продолжает собирать своих чад здесь, в Болхове, на своей родине. И все, что он когда-то говорил о Боге, о вере, о любви, о родине, продолжает жить, продолжает лечить душу, поддерживает, не дает оступиться на этой единственно верной для каждого русского человека дороге. В 1927 году в Болхове в крестьянской семье Ермаковых родился мальчик Вася. В это время храмы в городе стояли наглухо заколоченными, разоренные, с пустыми глазницами окон, поруганные, лишенные светлых, намоленных ликов. Все они сгинули в пламени. В 1918 году Болховскую баню месяц топили иконами. Что может быть страшнее? В Краеведческом музее мрачные фото тех лет. До 14 лет отрок Василий молился дома, вместе со своей семьей. Христианские праздники были под запретом. В школе плакаты со строчками из Демьяна Бедного «Попа не принимаю», пошел поп-ты вон. В 1932 году он стал свидетелем, как через город прогнали строем болховских священников в Орел в тюрьму. А в 1941 году Болхов оккупировали фашисты. И в единственное открытое имя храм бывшего монастыря потянулись люди. Они несли спрятанные дома иконы, книги, облачения для батюшки, взяли в музеи. Нашелся и священник Василий Веревкин, который 10 лет отсидел в Архангельской области, на лесоповале и перед войной вернулся на родину. Он жил по соседству с семьей Ермаковых. Это была первая настоящая служба, на которой побывал Василий Ермаков. И горячая соборная молитва русских людей оставила глубокий след в душе подростка. Он ясно увидел, что гонимая годами вера жива. Это открытие, наверное, и дало силы выстоять от руку, когда наступило страшное время немецкого плена. Почти год Василий Ермаков был в концлагере на территории Эстонии и выжил только чудом. После победы Василий Ермаков закончил Ленинградскую семинарию и Духовную академию. И мучительно пытался ответить себе на вопрос, каким должен быть священник. И молодой батюшка Василий, рукоположенный иереем во Владимирском соборе, отошел от стереотипа и, несмотря на строжайший запрет того времени, спустился сам воно к людям, расспрашивая, какая нужда, какое горе. А время было послевоенное, не прошло и десяти лет со снятия блокады Ленинграда. И в церковь пошли фронтовики, блокадницы и блокадники, пережившие ужасы и скорбь тех лет. Это был первый огромный опыт учебы совсем иного толка. Как понимать душу народа, почувствовать его страдания, как верить, как идти за Христом, как исполнять свои духовные обязанности. Приходили к нему, через него приходили к Христу. И вот он выражал свою любовь, он понимал, он знал каждого, он знал, что надо идти к Богу, надо идти ко Христу, надо быть молитвенником. И вот он всех к этому тянул, сам к этим был. То есть он был светом, через таким мир нам, для нас, он был светом, которому люди тянулись. Три храма в Санкт-Петербурге сегодня с теплотой вспоминают своего батюшку. Никольский собор, церковь Куличи Пасха и храм Серафима Саровского с многотысячным приходом, где отец Василий был настоятелем до самой своей смерти и оставил своим чадом, да и всем русским людям, духовное завещание. Все, кому Господь подарил встречу с настоящим пастырем и духовным наставником, знают, какая это радость и опора в жизни. Множество православных петербуржцев, духовных детей отца Василия, не забудут время, в которое видели его отеческий образ, обращались с просьбами и молитвами, слышали слово, лечащую душу. Батюшка объединял, незаметно учил помогать друг другу. Батюшка не успевала спуститься со ступенек, уже была толпа. И батюшка, ему очень часто подавали всякие записки, иногда с деньгами, конвертики. И он знал, кому чего нужно отдать. Он кого-то вытаскивал из толпы и отдавал мне вскрытый конверт. Это точно был человек, который будет молиться под всем тем запискам, которые в конверте, но которому эти деньги сегодня необходимо нужны. Батюшка был удивительный человек. Среди его духовных детей люди, знаменитые на всю страну и неизвестные, в один голос говорят о том, что время, проведенное с батюшкой рядом, стало поворотным моментом в жизни, временем открытий, воодушевления, прилива сил, перемены воззрений и неотделимости себя от России. Он нес все наши тяготы, все наши скорби, он нес на себе без ропота. И еще одна важная черта русского человека, которая была у отца Василия, он умел прощать. Обычные вещи, такие как трапеза с батюшкой, или поездка в Оптину пустынь, или Болхов, приобретали значительность, давали пищу для размышлений, настраивали трудиться над сердцем и душой. Поехали на Кривцовский мемориал, и батюшка водил нас сам по дорожкам, показывал, где они рыли окопы, как они захоранивали погибших, где были какие обстрелы. Это было наше первое, наверное, соприкосновение людей, проживших в Петербурге всю свою сознательную жизнь, вот с реальной, не просто с историями о войне, а вот с реальными следами ее, с реальной памятью о ней. Что сейчас, безусловно, опять же, возвращаясь, да, очень важно. Развитые интуиции и знания жизни делали исповеди у него откровением. Одно, когда исповедь принимает неизвестный тебе человек, и другое, сопереживающий и молящийся за тебя. Девиз, который много раз повторял отец Василий, исцелять людей надо сердцем. Васильками стали тысячи его духовных чад, простыми русскими цветами. Они очень доступны, это говорит о том, что они порождение простоты отца Василия Ермакова, его народности. Он горел пастырской миссией, творил ее, а слушающие Слово Божье и исполняющие его были друзьями, единомышленниками, огромной семьей, которая подчас не умещалась в небольшом храме. И так трудно поверить, но человеку под силу каждый день и час жить не для себя, а для других. Так жил отец Василий. По его заветам и слову живут сегодня все его чада. С верой в Бога и любовью к Родине они едины в этой вере и в этой любви. Вам надо учиться в вере, в молитве, в исполнении тому, чему зовет наша святая вера православная. Везде показать своей жизнью, подвигам жизни. Я христианин. И пусть преподобный Серафим Саровский, наш храмовой покровитель, даст нам, вам, хоть здесь со мной молящимся, укрепление веры, благочестия и чистоте. Пусть просветит ваше сознание, что вы поймете, осознаете, что Бога предавать не надо. Не надо искать других наставников. Мы это проходили все это. В Болхове каждый год в сентябрьские дни особенно много петербуржцев. Отец Василий при жизни построил прочный мост, незримо соединивший эти два города. И мост этот стоит и по сей день. Но сначала нужно было восстановить храмы, многие из которых до начала двухтысячных так и стояли разрушенными. И это оказалось по силам батюшки и его чадам. В церковной среде не принято придавать большое значение чему такому материальному. Отец Василий внес большой такой духовный молитвенный вклад в восстановление христианства, восстановление или возрождение христианства на Болховской земле. Болхов ожил, засиял куполами. В маленьком домике, родном гнезде батюшки, нет никакого музея. Он был против. Именно здесь, когда приезжают, останавливаются паломники и духовные чады отца Василия. И это целая духовная армия. Но не все сегодня здесь. Часть тех, кто приехал в Болхов, отправилась сажать яблоневый сад в усадьбу знаменитого конезаводчика Телегина, ныне Злынский конезавод. Кто-то, как отец Александр, уезжает на Донбасс с гуманитарной помощью. Помогаем с помощью жителей Орла, и не только. И госпиталям, и беженцам. Отвозим продукты питания, одежду, какие-то медикаменты. Насколько это позволяет возможность. Это надо делать. А кто-то, как летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин, в это время вывозит детей из Горловки под обстрелом украинской артиллерии. И мы будем помогать. Вот на сегодняшний день мы вывезли около 200 человек. Детей от 6 до 16 лет. Младших в Крым, более взрослых в Воронеже, Москва, Санкт-Петербург. О любви к родине, о русском мире, о том, как нам надо жить и поступать, если мы православные, батюшка говорил в каждой проповеди. А еще о том, что у нас есть вера, данная предками. И только она оплот, поддержка, особая миссия. Русский народ богом, званный народ. Часто говорил отец Василий. В нем жил Святой Дух. И вот это вот, по сути дела, как пророческое служение, когда Дух Святой говорит человеку. Он нисколько в этом не сомневался. Он выходил и сразу говорил. И говорил такими словами, которые для тех, кто может вместить, они вмещали это сокровище Духа Святаго, исходящее из его пуст. На этом маленьком участке возле батюшкиного дома тихо и спокойно, хотя весь мир сегодня шатается на устоях. Каждый день мы живем, продираясь через страшные новости и тяжелые думы. А спелые яблоки, как и в нервное время, падают в траву. Нам сегодня особенно нельзя сомневаться ни в смысле нашей жизни, ни в вере. За нашими спинами Болхов и Питер, дети, родители, города и села, наши святыни и храмы, наши сады и пашни. Среди яблонь возле отчего дома батюшки Василия стоит дуб. Он посадил его за два года до смерти в 2005 году. Дуб растет и крепнет. Будем расти и мы. Под кроны этого молодого еще дуба, посаженного Василием Ермаковым, думается вот о чем. Посадить дерево – это всегда что-то очень символическое. Прежде всего хочется, чтобы оно вцепилось корнями в родную землю. Всех нас когда-то не станет. Но если мы сохраним отчизну и веру, значит, жили мы не зря.